Здравствуйте, уважаемые ребята! Рада приветствовать вас на очередном уроке химии. Тема сегодняшней лабораторной работы – распознавание пластмасс. Цель урока – вспомнить знания о пластмассах, полученные на уроках химии, научиться распознавать выданные вещества химическим методом, оборудование и реактивы, образцы пластмасс, спиртовка, спички, стеклянные палочки, тигельные щипцы и азбестовые сетки. Все это вы должны, ребята, записать в тетрадь и быть готовым к выполнению следующих заданий. Ход работы состоит из двух этапов. Первый этап – распознавание пластмасс следует начать с внешнего осмотра. Это цвет, твердость, эластичность и так далее. Обратить нужно внимание на то, что образцы из полиэтилена являются жирными на ощупь, полупрозрачными, эластичными, механически прочными, могут иметь различную окраску. Образцы из полиполивинилхлорида также эластичны, механически прочны, могут иметь также различную окраску. Полистирольные образцы прозрачны, хрупкие, различные окраски. Образцы из оргстекла также прозрачны, жёстки, различные окраски, механически прочны. Финолформалидийные пластмассы тёмных тонов, от коричневых до чёрных, являются также жёсткими, прочными. Изделия из оргстекла также являются жёсткими. Второй этап работы – определение отношения пластмасс к нагреванию и характеру горения. Предметное стекло с образцом полимера нужно подержать с помощью держателя в пламени спиртовки. Нагревание образца нужно ввести несколько секунд. Затем стеклянной палочкой попытаться изменить его форму. После остужения можно снова нагреть этот образец и снова изменить его форму. Кусочек образца пластмассы нужно внести в пламя спиртовки. Когда же образец загорится, нужно вынуть его из пламени. Продолжает ли он гореть вне пламени? Каким пламенем он горит? Всё это мы можем изучить, просмотреть, посмотрев следующее видео. Предлагаю посмотреть следующее интересное видео. Пластмассы, то есть материалы на основе полимеров, можно распознать по характеру их горения. Здесь наиболее употребимые пластмассы – полиэтилен, полистирол и оргстекло. Я возьму с помощью пинцета несколько гранул каждого из них и проверю характер горения этих полимеров. Полиэтилен – достаточно легкоплавкий материал, легко загорается, горит вне пламени, голубым слегка светящимся вверху пламенем и легко плавится. Полистирол – чаще твёрдый материал, загорается немного труднее, но характер пламени иной, он горит с сильно коптящим пламенем. Оргстекло или полиметилметокрилат загорается не так легко, но горит устойчивым пламенем, слегка светящимся с характерным потрескиванием. Итак, ребята, вы рассмотрели данную лабораторную работу. Теперь вы должны заполнить следующую таблицу. Таблица состоит из четырёх граф. В первой графе вы должны указать формулу данного вида пластмассы. Во второй графе вы должны заполнить физические свойства. В третьей графе вы должны расписать отношение каждого вида пластмассы к нагреванию. И в четвёртой графе вы должны указать, расписать характер горения. Всё это вы распишите благодаря просмотренному видеоролику данной лабораторной работы. Следующим заданием вам нужно будет расписать уравнение реакции. Так как выданы три вида пластмассы, уравнение реакции будет, естественно, три. Горение полиэтилена, горение органического стекла и горение полистирола. Что нужно сделать? Вы должны рассчитать коэффициенты, сумму коэффициентов, расставить в левой и правой части уравнения реакции, подписать название реагентов, подписать название образовавшихся продуктов, расставить, указать признаки реакции, если таковые имеются в ходе лабораторной работы. То есть в полном объёме вы должны выполнить все химические уравнения реакции в соответствующем порядке. Ну а теперь, ребята, урок у нас с вами окончен. Желаю вам удачи выполнить, расписать уравнение реакции. Урок окончен. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...